Вот интересная тема для рассуждения архитектора в старом городе. Видите, замок деревянный делается, вернее кирпичный с деревянной опалубкой наверху. В лучших традициях классической архитектуры. Вот напротив стоит настоящий старый дом. И наверху мы видим примерно такие же кирпичные замки. Все это появляется не просто так. Вот эти детали, эти элементы формируют стиль. Стиль – это такое естественное качество проявления человека цивилизованного, гармоничного. А это новое здание строить сейчас в старом городе. Я в недоумении. А как быть? Конечно, в старом городе надо, наверное, стилизовать. Но что произошло? Вот смотрите, внизу бетон. Бетонные балки, ригеля. Вот то, что перекрывает проемы. Видите, да? Вверху – кирпичный замок. Этот кирпичный замок появился давным-давно, когда началось каменное строительство. Историки знают лучше меня, они расскажут. Это появилось в те времена, когда еще, по сути дела, не было бетона и не было вот этого приема перекрытия больших проемов с помощью железобетонных балок, которые мы видим внизу. Сегодня естественный конструктивный прием. А вот наверху, так, как сделано наверху, строились церкви, так строилась готическая архитектура, когда не было возможности перекрыть окна, ну, сегодняшним каким-то элементом, даже на 2-3 метра, способным держать сверху стену. Вот в это время, вот видите, здесь вот два окна. Одно окно сделано с помощью, все-таки там какая-то балка металлическая есть справа, а слева – кирпичный замок. Дело в том, что вот в то время, когда строился вот этот дом, ну, видимо, в начале века, металл и бетон были дорогие, ну, и не так распространены. И вот эти вот замки кирпичные, они были органичны для того времени. А вот для нашего времени, вот этот же замок сегодня – это уже искусственное, фальшивое, декоративное применение. Я в недоумении потому, что, честно говоря, не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, мне греет душу вот этот человеческий, арки вот эти, они гуманные, они человечные. Я к этому призываю архитекторов. С другой стороны, это все-таки какая-то стилистическая фальшь. Поскольку конструктивно, с точки зрения чистоты стиля, это сегодня, ну, как бы, не сегодняшние приемы. Это попытка стилизации. Это стилизация, то есть использовать приемы прошлого всего. Ну, короче говоря, притянуть элементы стиля из позапрошлого, а то и более века в современную архитектуру – вопрос очень сомнительный. И, ну, конечно, лучше так, честно говоря, лучше так, чем те коробки, которые, безликие вот эти вот стеклянно-бетонные коробки, короба, которые строят дизайнеры. Лучше потому, что, я еще раз говорю, и кирпич, и эти арки – это гуманность архитектуры, которая возвращает ей человечность и достоинство человеческое. Но при этом вот за счет такой стилистической фальши. Сложная такая вот дилемма. Как ее решать? Ну, я примерно догадываюсь, но это решение очень требует таких серьезных проработок. Конечно, о таких серьезных проработках у нас речь не идет. Такие задачи перед архитекторами не ставятся. Ну, они решаются либо совсем примитивно, когда просто ставят коробку стеклянную, и вообще тогда об архитектуре нету речи. Ну, либо вот таким вот способом стилизации. Ну, стилизация – это, по сути дела, копирование, да? Так можно сказать. Вот тут девушки такие ходят, с такими собаками. Да, нори, спошли. Кстати, соседний двор – это рядом буквально. Тут архитектор не заморачивался, да? Проблемами стилистики, проблемами соответствия, времени, честности, архитектуры. Вот. Сделали такой вот домик во дворе непонятный. Ну, примитив. Кирпичный, правда. Примитив. Зачем из кирпича делать плоские стены? Тоже вопрос странный. Для этого сегодня есть панели плоские. Кирпич – пластичный материал, который позволяет набирать интереснейшие орнаменты, делать архитектуру, как я говорю, гуманной, интересной. Но я не знаю, как относиться к этим двум домам. Предыдущему этому. Тот фальшивый, а этот – плохой, но честный. Такая вот странная. Ну, да, мне не угодишь, я понимаю. Наверное, надо мной все смеются. Я говорю, что вот такая дилемма. Этот дом безобразный, но честный. Тот, который мы видели, ну, пытается быть гуманным, но за счет фальши стилистической. Требует размышления, раздумий. А для архитектора, который строит в центре города Иркутска, это такая интересная творческая задача. Это очень интересная творческая задача. И Иркутск, вот для этого предназначен. Здесь надо собрать, ну, самые лучшие силы наши, творческие, чтобы в таких городах строить, а не уничтожать его бездумно. Кстати говоря, я тут случайно сейчас нахожусь во дворе дома на 5-й армии. Вот там вот улица 5-й армии. Вот. А это двор того углового дома, в котором жил Валентин Григорьевич Распутин. Я уже как-то в одном из своих репортажей про него рассказывал, но только с фасада. А теперь мы здесь во дворе. И уж если на то пошло, то вот этот двор и вот этот подъезд, где, кажется, на третьем этаже жил великий российский сибирский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Так вот мы нечаянно побывали у него в гостях почти что. Я с ним несколько раз встречался, разговаривал. Так, мимоходом. Он даже мне подписал однажды книгу, которую я оформлял. И он мне там оставил автограф с очень положительным отзывом об оформлении его книги. Ну, я думаю, меня он лично-то сильно не знал. Вот. Итак, прогулки то ли художника, то ли архитектора по городу Якутску продолжаются. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...